Музыка Я, как и, наверное, все присутствующие, я очень сильно ободрен. И ободрен не только тем, что вижу знакомые лица и тех людей, с которыми я вновь познакомился, да. Я не только потому, что мы в одном духе, и эта конференция, то слово, которое здесь звучит, оно по-настоящему цепляет. Я ободрен тем, что Дух Божий, Он здесь. Он вчера был здесь, и Он сегодня здесь. И у меня есть как бы свидетельство этого. Я вчера к Максу подошел уже и говорил, слушай, давай, я завтра, наверное, уже был уговорить, потому что если я еще подожду, то от моей проповеди ничего не останется. Потому что ее просто уже разобрали. Все. Понимаете? То, что уговорилось вчера, это лежало у меня на сердце. Это лежало в моем разуме, это было у меня на языке. И начали снимать абсолютно все, кто выходил сюда, начали убирать, убирать, убирать. Но, да, и продолжалось, да. Вот, поэтому, дорогие мои, я не буду менять абсолютно ничего и буду говорить то, как я это, то, как, ну, о чем я размышлял, то, как я, говорит, готовил это слово, да. То, как Бог мне его положил, потому что мы, как бы, иногда любим, да, говорить, что то, что Бог нам говорит в Библии, это важно. Но то, что Он повторяет дважды, это очень важно, да. А трижды это, на это надо просто взять это и идти с этим, да. Поэтому я приветствую вас, добрые слушатели Евангелия и исполнители, именно исполнители, забегая вперед или наоборот, возвращаясь назад в Евангелие от Иоанна, в шестой главе. Иисус, Он однажды спросил своих учеников, после того, как Он размышлял о теле своем, да, которая есть хлеб, о крови своей, которая есть истинное питье, для многих учеников это стало неудобно. Неудобно в их понимании, в их представлении, в их принятии, то, как они видели, кем они видели Иисуса в своих жизнях. И они не могли взять это для себя, они не могли это примерить на себя, они не могли с этим идти дальше. Поэтому они Его оставили, да. И тем немногим, которые остались, Иисус спрашивает, не хотите ли мы и вы отойти от Меня? И Петр отвечает, куда нам, Иисус, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни, глаголы в русском языке, это действие, да, это определенное действие, это определенная работа, это Слово, которое действует в наших жизнях. Это Слово, которое не возвращается к Богу, не сделав работы. Оно не может быть тщетным, ребята. Слово Божье, оно эффективно на 100%. КПД, коэффициент полезного действия этого Слова, единица, это полнота. Не может быть 90, не может быть чуть-чуть, не может быть где-то 100%. И это Слово, которое заставляет и нас действовать, не просто мы взяли, послушали, это произвело в нас какие-то эмоции, это навернуло слезы на мои глаза, но это заставляет меня встать, идти и что-то делать. Глаголы вечной жизни. И что мешает нам быть эффективными? С одной стороны, мы знаем, есть враг, есть дьявол, который мешает всячески, который имеет набор инструментов для того, чтобы наша эффективность, она была как можно меньше на небе Божьей. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это мы сами. Это наша плоть. Это то, о чем говорил Леха. Суета. Это наше промедление, наша медлительность, наше то, что загоняет нас вот в этот вот такой пит-стоп, знаете, и в этом забеге. Это то, как мы проводим наше время с Богом. Это то, какие мы цели ставим перед собой, какие задачи ставим перед собой. И вы знаете, в какой-то момент жизни я вдруг понял, что я нахожусь на этом пит-стопе. Я неэффективен. Я ходил в церковь, я молился, я читал Библию, я нес какое-то служение, но я был неэффективен. Абсолютно. И это продолжалось определенное время. Меня это мучило, меня это терзало. Я понимал, что это не то христианство, в которое я однажды был посвящен, в котором я однажды жил, в котором я однажды родился. Это не то христианство, в котором желает видеть меня Бог. Я начал искать Бога, я просто говорил, Господь, ты покажи мне. Но почему так? Почему однажды, увидев тебя, приняв тебя, я сегодня, я просто стою. Я просто... Другие бегут, Павел бежит, все бегут. Динамо бежит. А я стою, я стою, я вроде как бы иди, но ноль, ноль, КПД ноль. И Бог меня однажды, в одно утро, Он привел меня в Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 3 по 8 стих, где в Кефсиманском саду Иисус в ожидании ареста приходят первосвященники с воинами, и Он им задает один вопрос. Вы кого ищете? Они говорят, Иисус из Назаэта, Он говорит, это Я. И Он второй раз им задает вопрос, вы кого ищете? Они говорят, Иисус из Назаэта. Он говорит, это Я, я вам сказал, что это Я. И вы понимаете, здесь меня как током пробило. И Бог, Он задавал мне вопрос, а ты кого ищешь? Ты какого Иисуса ищешь? И вдруг я понял, что Иисус из Назаэта, Иисус Христос, это один и тот же Иисус. Но разные задачи и разные цели, и разные стремления, и другое благословение. И давайте откроем Евангелие от Иоанна, первая глава, первая глава с 38 стиха. Иисус задавая этот вопрос, кого ты ищешь, Он не ждал какого-то утвердительного ответа, который Он и так знал, Он хотел, Он желал знать, кем Он является для меня. Что я вижу в Нем, что я нахожу в Нем, чего я от Него ожидаю. И Евангелие от Иоанна, первая глава, с 38 стиха. Итак, здесь такая ситуация, здесь ученики Иоанна Крестителя, и Он им говорит, что вот адрес Божий. «Услышав от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо, чего вы хотите, чего вы ищете?» Они сказали ему, «Рали, что означает учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот, было около десятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что означает Христос». Посмотрите, что здесь происходит. Ученики останавливают Иисуса и говорят, «Ты где живешь?» Он приглашает их к себе. Он говорит, «Идите и увидите, пойдемте со мной». И они проводят у Него определенное время. Они проводят у Него целый день. Они сидели, мы можем предположить, они разговаривали, они общались. Они вкушали еду, они были в присутствии Иисуса. И потом, когда они выходят, Андрей находит Петра и он ему говорит, «Мы нашли Христа». Произошла некоторая трансформация восприятия Иисуса. Сначала он обратился к Нему учитель, но когда он вышел уже от Него, он для Него стал Христом. И он об этом свидетельствует Петру. Идем дальше. С ними был Филипп. И Филипп же был из Версаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисеев в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди, посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмокомницей, я видел тебя». Нафанаил отвечает ему, «Раиль, ты сын Божий, ты царь Израиль». И это подтверждает то, что я увидел в первом эпизоде, когда я сидел Нафанаил, Иисус его увидел, и он ему говорит, он Нафанаил говорит, «Я видел тебя в греческом переводе сущим». У меня тоже есть греческий перевод. Нас уже трое. Понимаете, друзья, он говорит, я не просто тебя видел, когда я шел с Филиппом, Филипп мне сказал, «Иисус, мой брат Нафанаил, пойду позову, дай, дай, иди позови, там увидимся». Я не видел тебя 15 минут назад, я видел тебя сущим, я видел то, чем ты наполнен, со своими страхами, со своими проблемами, со своими вопросами, со своей верой и неверием. Совсем то, что есть у тебя в сердце, я видел тебя. И в подтверждение этому он говорит, вот израильтянин, в котором нет ни капли лукавства, он обращает внимание на его внутреннюю составляющую, не на внешнюю, на его внутреннюю составляющую. И здесь происходит, как относимся Нафанаил к Иисусу? Он говорит, Назарет, Галивея, что оттуда может быть хорошее? Там, где иудеи с язычниками соединились после переселения, что оттуда может быть хорошее? Но когда Бог обращает его внимание на его сердце, когда Бог открывает ему, его составляю, его суть, он говорит, ты Сын Божий. В жизни каждого из нас, я думаю, что каждого из нас, присутствующих здесь и в жизни моей, однажды произошла эта трансформация, когда я пришел, будучи разбитым, потерянным. Я пришел в центр, и были те Андреи, Филиппы, Жени, Максы, Леши, которые меня подвели к Иисусу, которые подвели, которые сказали, иди, посмотри. И у меня есть свидетельство, которое я не устану повторять, это случилось на одном из собраний, я знаю, не знаю, был ли я в теле, был ли я вне тела, но я был восхищен. Я был восхищен, не знаю, на третье небо, на седьмое, не знаю, но я увидел отчетливо свою жизнь, свою сущность, такой, какой, никакой я приехал, как Женя недавно вспоминал, с двумя дипломами, с книгами умными, с красками, и я пытался, думал, там буду писать, рисовать и так далее. Не это я увидел, я увидел свою сущность в виде, знаете, вот этих киношных слайдов, вот как кинопленка идет, вот с этими дырочками по бокам, да, и вот эти вот кадры, 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 и они пролетали передо мной. Я, ребята, я не слышал музыки, играющие вокруг меня, я не чувствовал стула перед собой, я был в какой-то невесомости, и вот эти грехи, моя сущность, мне стало страшно, мне стало страшно, и я видел свет, я был в этом свете, я был окутан этим светом, и я понимал, что это Иисус, чистый, непорочный, святой, агнец, умерший за мои грехи, вот за это. С моих уст слетело только два слова, прости и помоги, прости и помоги. Из того собрания, из того дома, я вышел уже с пониманием, что Иисус это мой Спаситель, что Иисус это Христос. Он зажег мое сердце, я не знал о Нем ровным счетом ничего. Я не был сведущим в Писании, в Новом Завете, и уж тем более в Ветхом. Я не знал о дарах духовных, о молениях на языках, о служении, и о многом-многом всем, о чем понимаю и могу рассуждать сейчас. Но я знал точно, что я познал Бога. Я недавно себя поймал на мысль, что Господь в тот момент, Он был мне более понятен, чем сейчас. Я был просто в Нем найден. И Он был найден мной. Вспомните, как каждый из нас молился, когда Бог только пришел в нашу жизнь. Дай мне, помоги мне, научи меня, веди меня, покажи мне, открой мне. Мы были духовными эгоистами, но мы были эгоистами с перспективой. Потому что Иисус, Он хотел нас вести дальше. Он хотел нам дать больше. Мы желали этого, мы хотели, я хотел идти вперед. Куда бы Он меня не повел, я готов был идти. Но в какой-то момент я вдруг остановился и начал задавать вопрос, почему Господь? Почему так произошло со мной, что я сошел с этой страсти? Я вроде бы как иду по инерции, я могу даже кому-то что-то сказать, могу свидетельствовать, могу проповедовать. Но эффективность не та, которая была раньше. Я начал задаваться вопросом, а что знали современники Иисуса? Что они знали о Нем? Что они о Нем слышали? Он давал им слово, Он творил чудеса, Он пребывал с ними, но как они воспринимали Его? И давайте откроем Иоанна 6 глава, 6 глава с 26 стиха. Здесь есть одна история. Одна история. Здесь собираются люди, которые искали Иисуса, целый день Он учил их, Он давал им слово, Он их исцелял, исцелял больных, наставлял людей. И вот наступает вечер, и их собралось, как написано, 5 тысяч, было только мужей, были женщины и дети. Ему подходят ученики и говорят, отпусти народ, пусть пойдут и купят себе, возьмут что-то покушать. Иисус им говорит, вы дайте им есть. До этого ученики, будучи посланные Иисусом, проповедовали, исцеляли. Помните, когда они вернулись, они были восторжены. Господь, бесы нам повинуются. Мы людей исцеляли, мы Царство Божие проповедовали. И Он сейчас им говорит, вы дайте им есть. Что делают ученики? Ничего. Почему? Им нечего дать. Им нечего было дать этим людям. И я поймал себя на мысли, я увидел в этой ситуации себя. Знаете, когда ты работаешь в команде, когда тебе Иисус дает точное цель и указание, что тебе делать, как тебе делать, когда пастор тебе говорит, что тебе нужно сделать. Это легко. Чем больше команда, тем легче в ней можно спрятаться. Можно вообще ничего не делать. Будут делать другие, но ты будешь как бы здесь, причастен к этому. Да? Но в этот момент Иисус обращается к ним, вы дайте им есть. И здесь начинается. Один говорит, Иисус, ну здесь есть 200 генариев, но этого же на всех не хватит. Иисус дает паузу. Он абсолютно никак не реагирует. Подходит Филипп. Тот же Филипп и говорит, здесь у мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. У мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. Иисус берет этот хлеб. Я задаю себе вопрос, а почему он не взял деньги? Он вполне мог умножить деньги. И все бы пошли и купили себе поесть. В чем проблема? Когда пришло время заплатить подать, Петр где взял 2 сатира? У рыбы. А здесь 200 генариев. Господь, Отец, прошу тебя, Бог и тысяча талантов. И все сыты, все довольны. Он берет хлеб. Он берет это сакральное. Он берет хлеб, который был у мальчика. И я понимаю, я понимаю для себя, что я стою в этом пидстопе, потому что у меня нет этого хлеба. У меня нет этих 5 хлебов. Потому что Иисус для меня стал нечто, знаете, таким духовным мегамаркетом. Потребности, удовлетворяющие потребности мои ежедневные. Мои молитвы, вообще это проповедь-исповедь. Я проповедую себе в первую очередь. Мои молитвы, они стали, Господь, благослови мое дело. Благослови мое дело, дай мне клиентов. Потом Господь дает клиентов, дает заработок. Потом я молюсь, Господь, дай теперь этим клиентам мудрость вернуть мне эти деньги, потому что я это дал в долг. Господь, охраняй меня на дорогах, избавь меня от водителей сумасшедших. А потом я бью машину и говорю, Господь, помоги мне отремонтировать машину. Понимаете? Я захожу к Иисусу, как в мегамаркет, и ищу по этим полкам, что мне нужно на сегодняшний день. От начала до конца, с утра до вечера, люди искали Бога ради чудес, ради исцеления. Они видели в нем Иисуса из Назарета. Они слышали, Иисус из Назарета. И кто-то кричал со своего места, Иисус, Иисус, сжайся надо мной, смилуйся, исцели меня. Кто-то искал его, кто-то приходил, кто-то просил, исцели, помоги, благослови, дай. Кто-то залазил на дерево, чтобы увидеть его. И я понимаю, что я один из тех, который ищет Иисуса только для того, чтобы удовлетворить свою текущую потребность. Потребность, сегодняшнюю, нынешнюю потребность, но не имеющую перспективы. Иисус говорит ученикам, вы дайте им есть. Это ваше время. Ваше время настало. И знаете, друзья, если у нас не будет этого хлеба, который был у этого мальчика, хлеба именно в хлебопреломлении, которое мы ищем, когда приходим к Богу не для того, чтобы что-то просить, а только потому, что Он Бог и Он достоин. Когда мы склоняемся в нашей тайной комнате и благодарим Его за то, что Он уже сделал для нас, за то, что у нас уже есть, и просто проводим с Ним время, как Андрей проводил с Ним это время, когда Он вошел к Нему, просто говорить по душам, просто пообщаться с Ним, как с другом, как с братом, как с родным человеком, просто показать свою сущность. В этот момент происходит настоящее чудо. В этот момент Иисус, Он берет хлеб и преломляет его. Преломляет его в моем сердце. И когда это происходит, мне есть что дать другим. Эти хлеба, они умножаются. Я становлюсь наполненным. Он им говорит, ваше время. Вы дайте им хлеб. Сегодня, друзья мои, наше время. Потому что те отцы, которые нас когда-то привели, которые есть сейчас, как вчера мы слышали, пусть живут, пусть наслаждаются своими плодами. Но наши дети, что мы им можем дать? Вы знаете, почему? Наше время. Потому что в 90-х, в 90-х пресловутых нас хотело выкосить, нас хотело погубить, чтобы нашим детям никто ничего не мог дать. Чтобы нас не осталось совсем. Потому что именно на наших детей сегодня идет атака. Она пока не у нас, слава Богу, она пока там. Но наших детей пытаются сделать толерантными к однополому браку. Наших детей предлагают им свободу выбора пола. Уже в детстве кем ты хочешь быть? Мальчиком или девочкой? Это наших детей зовут сообщество непонятное, которое заканчивается самоубийством. Это наши дети разобщены интернетом, играми. Это наши дети смотрят сериалы, которые ничего не дают. Это пустота. Именно поэтому это наше время. Это наше время. Именно поэтому нас хотел дьявол убить, исконенить, уничтожить. Но слава Богу, что это семя тех людей, которые жили еще без интернета, без всего вот этого вот мерзости. И общались во дворах, и встречались, и играли, вчера вспоминали, сейчас девочки раньше там в резиночке прыгали, сейчас этого не увидишь. Мальчики там, я не знаю, садь горы, еще что-то, футбол там. Сейчас дети в соседних квартирах по интернету общаются, вконтакте, еще где-то. Это наше время, друзья. потому что мы часто говорим о жатве, что жатвы много, делателей мало, и мы просим отца дать этих делателей. Друзья, но мы жнем то, что когда-то посеяли отцы, а мы что будем сеять? Мы должны сеять, потому что кто-то когда-то должен будет пожать то, что мы посеем сегодня. и вы знаете, на самом деле жать гораздо проще. В каком плане? Когда фермер выходит на поле и видит жатвы, он видит объем работы, он видит плод, результат своего труда, он видит, да, сколько ему надо собрать, но когда ты сеешь, ты не знаешь, что зайдет. Ты не знаешь, куда упадут эти семена, на какую почву, прорастут ли они вообще. По сути, те семена, которые ты имеешь как потенциал, ты не перерабатываешь в муку, которую мог бы переработать и получить, ты кидаешь их в землю, ты жертвуешь этими семенами. И сегодня мы должны жертвовать в наше время, должны жертвовать нашим временем, потому что время это единственный ресурс, который не восполняется. Можно потерять деньги и заработать деньги, можно потерять авторитет, как было у меня перед моим отцом и родными, но я его восстановил своим образом жизни. Можно потерять все, что угодно, но потом это получить. Время единственное, что не вернется никогда, потому что Бог наш, Он вне времени, для Него нет вчера, сегодня, завтра, Он в вечности. Это мы живем и думаем переводить нам часы или не переводить нам часы. Но наша жизнь это вот эти песчаные часы и вот эти песчинки, которые упали вниз, а их не перевернуть эти часы. И вот то, что вниз упало, оно наверх не поднимется. Ты не затолкаешь это. Поэтому это наше время. Тех, кому сегодня чуть больше 30, чуть меньше 50 или около того, но нашим сестрам всегда 25 и это не обсуждается. До 25. Да. Поэтому даже когда нам будет 60 и 70 все равно будет 25. Это наше время. Это наше время. И он умножает этот хлеб. Люди вкушают это слово. Вы знаете, я читаю эту историю, нисколько не сомневаюсь, что Господь мог накормить людей, взять эти пять хлебов и сделать из них реальный хлеб. Мы люди духовные , мы живем в материальном мире, но люди мы духовные, мы и в духовном мире живем. Мы уже в вечности. Поэтому я понимаю, что это было слово, которое напитало этих людей, которое накормило, которое дало им то, чего они жаждали. и в 26 стихе, когда они переправились на другую сторону, в этой же главе, народ опять приходит к нему. И здесь давайте прочитаем, он говорит, Иисус сказал им в ответ, истина, истина говорил вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что еле хлебы насытились. В тот день, в тот момент, у этих людей произошла некая трансформация. Они уже искали Иисуса Христа. Они уже не искали Иисуса, который бы, знаете, давал им как допинг вот эти чудеса, чудеса, чудеса. Я ищу Бога, мне нужный Господь, ты где? Дай мне чудеса, дай мне ответ. Подскажи, покажи, куда, а что, а как? А помоги мне здесь, а помоги. Иисус говорит, ты кого ищешь? Ты ищешь Иисуса из Назарета, который творит чудеса, или я тебе нужен, как Иисус Христос, который ведет тебя в вечность? Вы знаете, говоря об этой границе, о которой говорил Алексей, где она, эта граница? Эта граница, она у Христа. Эта граница, она у Христа. когда мы перешагиваем за этот крест, когда мы идем дальше с крестом, мы не имеем права уже возвращаться в прошлое, возвращаться назад, его не вернуть. И здесь Иисус, Он их ободряет. На самом деле, раньше я читал, и мне казалось, что Он их несколько как бы укоряет, что вы ищите меня не потому, что вы видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насыкились. Старайтесь не о пище тлены, а о пище пребывающих в жизнь вечную. Но в контексте вот этого откровения, этой проповеди, я увидел, что люди, они искали слово, они искали хлебопреломления, они искали Христа такими, какие они есть. Им не нужны уже были чудеса, потому, что если ребенку каждый день показывать одно и то же чудо, один и тот же фокус, ему в конце концов это надоест. Он скажет, а что ты можешь еще? Дай мне большее, покажи мне большее. И он говорит, старайтесь не о пище тлены, но о пище пребывающей в жизни вечной, который даст вам Сын. И дальше идет размышление об истинном хлебе, который есть Иисус. Он говорит о своей плоти, о своей крови, о том, что это я и есть хлеб. Я тот, кого ты должен искать вот в этом хлебопреломлении. Я тот, кто насыщает тебя. Материальный мир, он это важно, это нужно. Деньги, здоровье, это то, что должно быть, но это не первостепенно. Это то, что стоит на втором, третьем, я не знаю, на каком месте, но на первом месте стоит Иисус Христос и наши личные отношения, такими, какими мы есть. Здесь взаимопонимание закончилось, когда ученики, люди услышали, взаимопонимание закончилось, потому что неудобно зачастую переступать эту границу и идти дальше с Христом. Это трудно, это нужно жертвовать, нужно отдавать, нужно чего-то лишаться, нужно искать Христа не для того, чтобы Он послужил тебе, а искать Христа для того, чтобы ты мог послужить другим. И это действие, это жертва, это как с этими семенами, которые ты сеешь. У тебя есть потенциал, у тебя есть багаж, вот они мешки с зернами, вот оно это твое, и ты должен это закопать в землю, отдай, неизвестно, взойдет ли вообще что-нибудь или нет, но взойдет, обязательно взойдет, потому что Слово Господне, оно тщетным не бывает, оно имеет стопроцентную эффективность, и Бог сегодня, Он желает, чтобы мы были эффективными, чтобы мы встряхнулись, чтобы мы, если надо остановиться, остановились и посмотрели, что не так, почему не так, почему я неэффективен, но я надеюсь, что я один такой здесь, который неэффективен, да, да, аминь, 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 я понимаю, Павла, который совершает вот этот забег, он говорит, я забываю заднее, я простираюсь вперед, потому что милость Господня, она обновляется каждый день, и мы должны обновляться каждый день в этом хлебопреломлении, не со старыми своими какими-то болячками, проблемами, Господь, помоги мне, дай мне эту сделку, а потом Господи, да что же, куда же ты меня убери эту сделку, сначала отдам товар, помолюсь, отдам товар, а потом всем Господь, ну пусть они мне вернут деньги, ну как мне дальше работать, понимаете, мы люди, и мы ищем Бога для этих чудес, ну он по милости своей, по любви своей, он творит, он продолжает, ну хорошо, хорошо, и ты идешь, с этим багажом, ты идешь с этим, но ты идешь с Иисусом из Назарета, который нужен тебе, чтобы покрывал твои нужды. Так вот, Павел говорит, я проповедовал вам Христа и Христа распятого, и вот здесь он дает четкую границу, я проповедовал вам Христа и Христа распятого, для Павла с этого места начинается Иисус Христос. Для Павла, который, вы представляете, в своем противлении Богу, насколько он был дерзновенным, он пришел к первосвящению, думает, дайте мне письма, я в Дамаск пойду, в другую республику, в другую страну, из Израиля, я пойду в Сирию, чтобы гнать тех, которые богоотступники, которые проповедуют Иисуса, он выбил окипи, он выпросил, это не сейчас ты встал, машину включил там на этом самом, подогрел себе ее, автозапуск, сел и поехал, пешком, жара, пустыня, волки, разбойники, я не знаю, кто еще, и Иисус к нему приходит, Иисус обращает его, видя его дерзания, видя его действия, видя его эффективность, даже в противлении, он обращает его, Иисус, Павел говорит, я вам проповедую Христа, Христа распятого, я совершаю этот завет, забывая заднее, каждый день, каждый день я выхожу на эту спринтерскую дорожку, я бегу, потому что я хочу получить от Иисуса этот венец жизни, я понимаю, что в своей жизни, в своих молитвах, в своем действии, я просто-напросто закопал тот талант, который он мне дал, чтобы, когда придет время, откопать его и представить Христу, сказать, вот он, Господь, все целое, никуда не пропало, я-то спасен, я-то с тобой, Бог говорит, не я друг, нет, я дал тебе два, ты мне должен был вернуть четыре, ты должен был сеять, чтобы те, кто идет за тобой, они пожали, потому что ты пожинал то, что ты не сеял, то над чем-то не трудился и не работал, но, дорогие братья и сестры, мы не в состоянии будем ни сжать, ни сеять, если мы не будем пребывать в этом хлебопреломлении с Иисусом, если мы не будем искать Бога такими, какими мы есть в нашем сердце, в нашей тайной комнате, уединившись, просто разговаривая с Ним, потому что Он Бог, потому что Он знает нас, без всяких каких-то извините меня понтов и лицемерия, без каких-то сокрытий, а искренне, честно. И в Евангелии от Луки есть удивительная история, которая она как бы вторит тому, о чем мы здесь рассуждаем. Это двое, которые шли из Иерусалима, они оставляли святой город, и они шли в Эмаус, или Эмаус, Эмаус, и они общались между собой, они сошли с дистанцией, они были в пит-стопе, потому что когда подошел к ним Иисус, они его не узнали. И он говорит, о чем вы рассуждаете? И они говорят, ты, похоже, один из тех, кто не знает, что было с Иисусом из Назарета. А что с ним было? он был сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Ты не знаешь, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы-то надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но ничего не происходит. Иисус из Назарета. Они было надеялись, что произойдет очередное чудо, что может быть он до креста не дойдет, что может быть он с креста сойдет. Вы помните вот эту ситуацию, когда Иисус говорит, за кого почитает меня народ? И ученики отвечают ему, царя на крестителя, царю или кто-то из другого пророка. А вы за кого меня почитаете? Я кто для вас есть? Вы те, кто доверили своей жизни мне, кто идет за мной и со мной. Я кто для вас? Петр говорит, ты Иисус Христос, Сын Божий. Ты блажен, Петр. Вот на этом откровении я построю свою церковь. И тут после этого, как он сказал, он говорит, мне должно пострадать, я буду предан, я буду распят, я буду поруган, я буду оплеван, я буду бить, я буду вами оставлен. На третий день воскресного что говорит Петр? Господи, смилуйся над собой, нам так хорошо здесь с тобой ходить. С из Назарета с тем, кто нас кормит, кто творит чудеса, исцеление, кто направляет нас, кто благословляет нас, кто водит нас туда-сюда, отправляет нас. Он говорит, уйди от меня, сатана. Две минуты назад, он говорит, Петр, ты блажен, тебе Бог это, отец мой открыл, я на этом откровении церковь свою поставлю. Уйди от меня, сатана. Когда я использую тот ресурс, который Бог мне дал, который Бог открыл, который Бог вложил, который Он готов вложить в меня только для того, чтобы угождать себе, я превращаюсь в то семя, которое порастает этими тёрном или попу волчицами, да, я использую ресурс Царства Небесного для себя любимого, я становлюсь тем же эгоистом, который был вначале, но уже без перспективы, потому что вначале я был идти готов до конца, когда я ищу Бога для себя на каждый день, на сегодняшний день, чтобы Он что-то совершил в моей жизни, и это никак не используется для того, чтобы привести человека к Христу, чтобы посеять, чтобы служить даром любви ближнему своему, Иисус говорит, уйди от меня, я тебя не знаю, в итоге они идут по этой дороге, Иисус делает вид, что готов пройти мимо, посмотрите, чем началось и закончилось Евангелие, в Евангелии от Луки тоже есть история о том, как Иисус призвал первых учеников, о том, что было преломление, они его удерживают, они говорят, уже поздно, пойдем с нами, проведи с нами время, и он заходит с ними, они общаются, они разговаривают, и в тот момент, когда Иисус берет этот хреб, и преломляет, их глаза открываются, мы все жаждем откровений Божьих, мы ищем Иисуса Христа для того, чтобы Он вложил нам откровение, дал нам видение, тогда мы должны искать Иисуса Христа в этом хребопреломлении, ради того, чтобы исполнить Его волю в наше время, ради того, чтобы прибавлять спасаемых в наше время, ради того, чтобы сеять это слово в наше время, потому что другой возможности не будет, когда они это увидели, когда глаза открылись, они начинают смотреть, слушай-ка, они горели в наши сердца, Он их возвращает во время первой любви, они горели в наши сердца, и потом они возвращаются в Иерусалим, они находят апостолов, и дальше здесь, когда они пребывали вместе, когда они все это рассказывают, они рассказали о произошедшем пути, как Он был узнан ими в преломлении хлеба, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них, когда мы братья и сёстры находимся в этом хлебопреломлении, Господь посреди нас, и я верю, и я вижу, и я это ощущаю, что и вчера, и сегодня это хлебопреломление происходит, Бог что-то нам даёт, что-то меняет в наших сердцах, не желая, чтобы мы оставались такими, какими мы сюда пришли, не потому, что мы просто сюда пришли, и просто что-то увидели, услышали, а потому, что Слово Божье, оно эффективно в наших сердцах, и Бог желает, чтобы мы были эффективными, и дальше Он им говорит, интереснейший момент на самом деле, Он говорит, у вас есть пища? И они ему дают поесть, и дают ему два предмета, которые слабо сочетаются друг с другом, в плане гастрономии, они ему дают мед и рыб как рыб вы когда-нибудь ели мед и рыб и рыб это история вы понимаете у них уже было что-то что предложить потом была другая история она слава Богу закончилась для учеников опять же хорошо потому, что Бог наш благ и милости когда они ловили рыбу с Петром он увлек часть учеников они пошли я пойду рыбу ловить и я пойду Иоанн говорит есть ли у вас пища нет нету он забросьте туда забросьте сюда они поймали рыбу и вы знаете вот в тот момент именно в тот момент Петр который исповедовал который имел откровение который который потом отрекся который падал и поднимался именно в тот момент Иисус он преломляет с ним этот хлеб и говорит любишь ли ты меня люблю тебя Господи он ищет не того Петра который готов был выхватить меч и выхватил и отсек это ухо не того Петра который остался Господи да не будет сжайся над собой не будет с тобой этого не тех учеников которые готовы были свести огонь чтобы там исполить селение где не приняли его ты меня любишь я тебя люблю Господи ты меня любишь да Господи ты знаешь я люблю тебя вот это хлебопреломление в этой тайной комнате наедине с Богом паси овец моих дает ему это направление паси овец моих ты любишь меня Господи ты же знаешь как я тебя люблю тогда паси овец моих остань все сей иди и научи и крести и уже в деяниях апостола апостола мы видим того Петра о котором Леша говорил да который говорит кого мы должны слушать вас или Бога это тот который еще недавно отрекся от Христа потому что в сердце не было ничего потому что ему было с тем удобно с тем Иисусом с которым он ходил который ему жалко было терять этого Иисуса ему хорошо было в присутствии этого Иисуса Он искал Его для Себя здесь другой Пес говорит я Бога слушаю потому что в моем сердце есть это хлебопреломление с Иисусом каждодневное я хочу быть эффективным ради Бога для Бога для тех кто не знает Бога Бог позаботится обо мне Бог даст здоровье Бог восполнит мои нужды я хочу искать Бога который творит который созидает который спасает пусть Господь нас благословит пусть Господь благословит всех нас те кому нужно здоровье пусть даст исцеление чтобы мы были тех у кого есть трудности материальные трудности пусть Господь покроет ваши нужды в первую очередь давайте искать Христа в этом хлебопреломлении такими какими мы есть аминь спасибо 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 спасибо